Нюся! Простите, пожалуйста, вы женщину такую красивую в красном платье не видели? На крышу пошла. Воздухом подышать. Идите быстрее сюда! На крышу! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова КОНЕЦ КОНЕЦ Аня! Аня! Поряди! Я тебя прошу, пожалуйста, не делай этого! Ты чего? Ань, прошу тебя, не делай этого! Мы все решим, слышь? Я обещаю тебе! Хорошо? Нет! Аня! 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 Привет! Это Аня Рябинина! Я тебя разбудила, извини! Как у тебя в ближайшем месяце со временем? Алло! Нюра, а ты где? Ты вернулась? Нет, еще не приехала, но в ближайшее время буду в Москве. У меня есть одна пьеса, я уже лет пять ее хочу поставить на двоих. Мужская роль как раз для тебя. Ты поможешь? Конечно! Только, знаешь, это нужно делать быстро, репетировать каждый день. Ты встаешь! Звонит такая, главное. А чего у нас времени-то мало? Мы что, к какому-то фестивалю хотим успеть? Нет, не совсем. Просто я не знаю, сколько я пробуду в Москве. Возможно, придется уехать. Поэтому нужно репетировать быстро. И еще я тебя очень прошу, пожалуйста, не говори никому, что я приеду. Солохи тоже не говорите. Мы с ним бывает дело созваниваемся. Владя, как я сказала, никому или никому, кроме Солохи? Напомни, куда тебя нужно отвезти? Никуда. Как никуда? Ты же в бассейн собиралась. Никуда я не собиралась, я тебя обманула. Как обманула? Юра, ну не могу я одна сидеть на даче. Мне скучно одной без тебя. Злишься? Злюсь! Юр, а если мы не успеем ремонт закончить? Квартиру снимем? Нет. Как нет? Мы же не можем зимой жить на даче. Можем. Дочь с рождения будет дышать свежим воздухом. Вырастет умная, красивая, как ты. А если больница? Если врача надо? Юра, это же деревня. Я сам приму роду. Шучу, шучу. Шуточки твои. Ой, все, мы успеем. Так, ничего без меня не обману. Юра, ну пожалуйста, Юра, не убери, я тебя очень прошу. У тебя две секунды, мы в роуминге. Мы со Светланой в Риме. Аркаша едет в редакцию, хочет тебя видеть. Ну, недельки через две. Пусть сидит, ждет. Солоха, все, через час ты в редакции. О, а ты чего приехал? А если б я и правда был в Италии? У тебя же ремонт, какая Италия. Он вообще в курсе, что я в отпуске? Смеешься, когда наш главный редактор был в курсе того, что творится в редакции. А сказать ты ему не могла? Зима на дворе, я до сих пор на даче живу. Тебе что, поорать не на кого? Иди в лес, пари. Я ему все сказала. Че бушуешь? Ну, что тут у нас? Здорово. Да че? Как ремонт? Зачем я Аркаше понадобился? Слушай, как уж я знаю. Ну, главное, едет с утра на работу. Значит, что-то серьезное. Поехали. Игорь Викторович, зайдите ко мне в кабинет. О как! Позвольте. А вы челядь недостойны. Чего извалите марину? Ты можешь не острить хотя бы сегодня. А, ты хочешь серьезно? Хорошо. Значит, вызвав меня на работу во время отпуска, ты нарушил один подзаконный акт, одно постановление совета министров, как минимум, и две статьи административного кодекса. Так что судиться будем, Аркаша. Понял? Шучу я, барин. Ну, что случилось? Пятнадцатого декабря собрание акционеров холдинг будет избавляться от лишних активов. То есть, газету хотят закрыть? Не знаю, но… Нет, нет, не надо врать, ты все прекрасно знаешь, у тебя тесть вице-президент этого холдинга. Юра! Сядь! Сейчас век интернета. Газета вообще товар сомнительный, тем более наша. Затраты огромные, тираж не растет. А при чем здесь тираж? Мы занимаем особую нишу. Нас знают и ценят в определенных кругах. Мы не какая-нибудь там желтая пресса. Вот в том-то и дело. Есть один вариант, как спасти нашу газету, но сразу предупреждаю, тебе он не понравится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Недорого довезу. Витя никого нету. Да, знаете… Поехали. Давайте. Люся! Ха-ха-ха! Ну что ты так долго? Я чуть не уехала. Там пробки. Держи эту тене. Ай, паточек! Извините. Девушка уже занята. Пошли. Какая же ты красивая. Да? Ты совсем не меняешься. Очки я нацепила. Чего ты все врышься? А что, надо? Меня что, кто-то еще здесь вспомнит? Мы сейчас проверим. Товарищи! Товарищи! Посмотрите! Посмотрите, кто к нам приехал! Товарищи! Ну и что, где? Слушай, ты как был, так и остался, вот. Да, да. Ты, конечно, не знаешь, что… Ты в интернете про себя не читала. А у нас программа про тебя вышла в мае. Ну и ты там на Братвии играла. Я? Нет, это было не я. Ты бы только свистнула, здесь бы все телеканалы выстелились бы. Кстати, а почему ты не пригласил никого? Ну вот, глупс, глупс. Ладно, ладно, прощаю тебя. Когда сделаешь спектакль, можешь приглашать, буду снимать тогда. Кстати, а кто у нас спектакльный режиссер? Кто у нас продиссер? Ну, если ты не против, то это я тогда. Ну, какая ты важная. Ну, там внимательная, за сумочкой стоит. Аккуратно, аккуратно, госпожа. Я тоже лет десять назад. Знаешь, хотел сделать спектакль, взять три-четыре рассказывающих жена, покататься по стране, деньжат заработать. Ну, вы чего не сделали? Ну, вот и не сделали. Глазка у глазка, все понятно. Давай быстрее, я замерзла, у тебя твоя машина. Вот, моя ласточка. Как? Это, это что-то машина? Да, первая машина, как первая любовь, вот такой я человек, это навсегда. Слушай, я помню, как говорили, у Глазкова две подружки, ласточка и белочка. Солоха, как первая, придумал. Я не помню, кто придумал. Но я помню, как ты, как ты меня на ней встречала. А что с Белочкой? А с Белочкой у нас все в порядке. Только по праздникам. Пошли, не замерзнешь. Кстати, ты никому не сказал, что я приехала? Солоха недавно звонил, я молчал, как рыба в лед. Кстати, он спрашивал как-то. А зачем ты это сказал? Ну, так сказал и сказал. Давай быстрее, ты замерзнешь, быстрее. Она у тебя вообще ездит. Сейчас увидишь. Ой, я боюсь. Свежа, молода, как 15 лет назад. Я не дам тебе превратить нашу газету в бульварную скандальную газетенку. Юра, Юра, стой! Юра, ты вообще слышишь, что тебе говорят? Нужно поднять тираж, срочно! Пара ярких броских статей. Какая-нибудь сенсация, а то закроют к чертям собачьим. Да послушай, закроют! Ты все сказал? Теперь послушай меня. Газета – это всего полпроцента активов холдинга. После собрания акционеров о нас опять забудут. Делайте, что хотите. Я лезть к вам вообще не буду. А то ты лезешь. Бываешь тут раз в месяц. Вот видишь, где еще ты найдешь такого хорошего начальника? Ты пойми, если газету прикроют, я эту работу найду. Ну да, это у нас самый ценный кадр. Вы тоже найдете, я не сомневаюсь. Только вряд ли вас возьмут куда-нибудь вместе. А вы же у нас одна команда. Благодарю вас, но такой вариант нам не подойдет. Ну что, меня могут взять в штат музыкальным редактором, Илюшевым, нештатником. Раз в неделю в воскресном выпуске. Карикатурка на актуальную тему. И все. Да, опыта нас возьмут только в какую-то малотеляшку. Аркаша говорил, если в декабре газета не закроется, нас потом долго не будут трогать. Сможем работать как раньше. И что теперь? Скандалы, интриги, личная жизнь престарелых звезд? Шуляк, заткнись. Без тебя тошно. Я серьезно. Что еще может резко поднять тираж? Топ десять педофилов российского шоу-бизнеса. В детском саду нянечка ворует и ест детей. Ребят, давайте серьезно. Слушайте, ну если серьезно, у меня в архиве есть фотография. Розенбам обнимается с Боярским. Можем внизу сделать подпись. Старые друзья тайно обвенчались в Амстердаме. Придурок. Черти, давайте переночуем с этим как-нибудь. Подумаем. А завтра решим, что будем делать. Юра! Ку-ку-ку. Привет. Юра, а что происходит? Извини. Что-то я расклеился. Юра, а если бы по платформе такси не было, я бы до сих пор там стояла? Это наш первый номер. Наш первенец. С него все началось. Пойдем спать. Смотри, открыта школа изящных химкостов. В первом номере. Как все глупо, нелепо. Что? Газету. Закрывают. Мышонок. Плохо все. Это из-за этого. Юрк, ну ты что, все работы не найдешь, а? Ты ничего не понимаешь. Смотри, т.. Смотри, т.е. Смотри, т.е. Ну, привет. КОНЕЦ 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 Алло. Привет тебе, привет. Знаешь, куда я иду? Князь Серебининой. Мы с ней спектакль делаем с ДК на Пражской. Прикинь, она вернулась. Только это секрет. Что-то она шифруется, не хочет ни с кем видеться. Хорошо, спасибо, что позвонил. Есть существа, живущие водой, Или огнем, или запахом растенья, А я бы жил восторгом лицезренья, Питаясь только вашей красотой. Опоздание двадцать минут, а? Ну и что, я цветы искал. Не мог же я заявиться к тебе без цветов. Спасибо. Пожалуйста. Ну? Ну, чего. Я, значит, все это дело почитал. Мне это все очень нравится. И с чего мы будем начинать? Зачем ты мне врал, что только по праздникам? Ну, выпил я, буду, купил. Ну и что? Ну, хорошо, три. Но я совершенно нормально могу работать. А потом ты приехала, и для меня это праздник. А когда мне шампанская? А? Будет тебе шампанская? Ну если тебе так это претит, я тебе даю честное благородное слово, что я больше выпивать не буду. Клянись. Клянусь. Клянусь, госпожа, что больше этого не повторите. Ладно. Давай. Почитаем. Аркадьевич, 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 да, что у тебя? Увольняется. Уверен, что газету прикроют. Да у меня свадьба просто скорая. Деньги нужны. Поздравляю. Желаю, чтобы твоя жена была верна тебе так же, как ты нашей редакции. Ну а вы что решили? Будем газету спасать или тоже разбежимся, как крысы с корабля? Ну, в общем, мы, конечно, попробуем, но... Значит так, тесть говорит, к собранию акционеров о газете должны знать все, а не только наши постоянные читатели. Только тогда есть шанс, что нас не прикроют. Да-да, нет-нет, и никаких но! А помните, в прошлом году приходила престарелая актриса лет восьмидесяти, приносила мемуары, как я спала со всеми великими? Может быть, черт возьми, напечатаем, а? Он правда не знает. Чего? Она эти мемуары напечатала в скандалах недели, потом отдельной книгой, с ней даже ток-шоу было на телевидении. Правильно, Юр. Телевизор смотреть, конкурентов читать, только зря мозги засорять. Господи, во что мы вляпались? Все уже вляпались, думай давай, думай, думай. Спасибо, мама. Говори слух, любые мысли, потом вместе вырулим. Помните, кто такая Анна Рябинина? Конечно. Хорошая актриса, очень красивая. В конце девяностых уехала в Америку, я тогда еще в школе учился, там что-то не срослось, хотя снялась несколько фильмов. Успокойся. Она как Евстигнеев, актриса импровизации. Успокойся. Да хватит уже! Я думал, надо полным ответом. Ты хочешь ей позвонить? Она здесь, в Москве. Так что ты молчал? Она же там отжигала в Америке. Один ее скандальный развод. И главное, интервью она никому не дает. А если у нас будет эксклюзив? Да ну как? Мы тринадцать лет не виделись. Что же я скажу, привет. Как ты там сглала в Америке? Друзья, у меня такое ощущение, что дядя Юра не хочет спасать нашу газету. У меня тоже есть смутное подозрение. Да может, она же вообще другой человек. Какая тебе разница, какой она человек? Проснулась утром одна, и что делать? Мыться, выпить чашечку кофе. А потом? Выйти замуж, родить кого нет. Ну что ты за человек? Не пробовал серьезно с людьми разговаривать? Пробовал, не получается. А давай тогда сделаем вот этот кусочек так. Так что один за другим, говорит. Давай еще раз. Проснул один с другим, сразу. Проснулась утром одна, и что делать? Умыться, выпить чашечку кофе. А потом? Выйти замуж, родить ребенка. Ну что ты за человек? Не пробовал серьезно с людьми разговаривать? Пробовал, не получается. Блин, я тебя сейчас убью. Ты что, не слышишь, что я тебя прошу сделать? Это смотри, это как цепочка. Ты складываешь просто раз-раз, раз-раз. Не так, не так, а раз-раз. Цепляются друг за друга. Давай еще раз попробуем. Проснулась утром одна. И что делать? Умыться, выпить чашечку кофе. А потом? Будьте замуж, родить кого-нибудь. Нет, ну что я за себя нужна? Давай, ну серьезно, ты же понимаешь, о чем я говорю? Проснулась утром одна, и что делать? Умыться, выпить чашечку. Блажка, не надо. Выйдите из зала. У нас репетиция. Годы шли, но ничего не менялось. Сколько раз печали тебе говорил? Не обязательно сразу кричать на человека. Есть и другие способы коммуникации. Голосков тут ни при чем. Я и журналист. Надо найти человека, и я его найду. Привет, Аня. Привет. Мне нужна твоя помощь. Говори только быстро. У нас аренда зала. Быстро не получится. Ну, тогда придется подождать. У тебя 46. Вот за углом есть пиццерия. Если у тебя есть время, жди меня там. О, нет-нет. У вас так холодно. Замечательно выглядишь. Спасибо. Чем я могу тебе помочь? Ну, может, не сразу о делах. Там не все так просто. В общем, давай посидим. Поболтаем. Да. Столько же лет не виделись. Окей. Может, заодно и выясним кое-что. Мы же с тобой так... Тогда и не поговорили. Давай. Ой, Солоха. Стел выяснять столько лет прошло, только запутывать. Ты интервью хочешь? Ну, что я могу тебе рассказать? Скандальный развод с мужем. Страстный роман со стареющей голливудской звездой. Но мне кажется, что это не материал для серьезной газеты. Ну, да, мы пишем в основном о культуре, но... ...газету хотят закрыть. А-а-а. А мы ее с нуля создавали. Жалко. Нам сейчас нужно что-нибудь, ну... ...такое, знаешь... Хаттинкс. Не понял. А-а-а... ...жареное что-то. Ну да, хотя бы чуть-чуть. А ты меня вспоминал? Да я и не забывал. А вот раньше ты лучше врал. Когда я тебе врал. Ну, шучу, шучу. А ты знаешь, к сожалению, я не даю интервью о своей личной жизни. Да, я знаю. Так что ты будешь первым. А что? Это даже интересно. Ну, в общем, к тому времени я уже понимала, что никакой голливудской звездой я не стану, потому что у них есть слоих тоже тьма тьмущая. Потом пила много, злая была так на всех. Один раз чуть в порно не снялась. Да ладно. Да? Ну, а что? Нет, ну не так, чтобы очень. Но мне же главную роль предложили. Я согласилась. Только, нет, они сразу предупредили, что там будет несколько таких откровенных сцен. Ну, я думаю, что я не сыграю, а актрису даже интересно. А потом прочитала сценарий и поняла, что таланта не хватает. Писали, что ты развелась с мужем после того, как он тебя избил. Это правда? Кстати, да. Правда. Я потом неделю вообще разговаривать не могла. Но, знаешь, хорошо, что не писали, за что избил. Я же переспала с его младшим... С его младшей сестрой. Да. Зачем? Ну, поссорить хотела. Они мне так надоели, такая дурацкая семейка. Нет, об этом и писать не будем. Почему? Как раз об этом и надо писать. А ты думаешь, что поднимет тираж газеты? А, вот, еще были дни российского кино. Очень много заинтересных историй. Ань, ты уверена, что об этом можно печатать? Почему нет? Вы же серьезная газета. А это все правда. Ты не боишься возить в машине чужих женщин? Что ты смеешься? Переменная жена может чувствовать запах. И поссоритесь потом. Ты что, следишь за моей личной жизнью? Между прочим, в Фейсбуке у нас с тобой восемь общих друзей. Не знал? Да я как-то не поэтому. Ой, молчи, молчи, Солоха. Но, если серьезно, то этого интервью будет мало для того, чтобы поднять тираж газеты. Но эта новость будет жить всего три дня. Поэтому нужно придумать что-то такое, долгое. Да, мы пытаемся, но пока никаких свежих идей. Ой, спасибо, что позвез. Ань, что с тобой? Ничего, просто встала. Репетиция, а потом ты еще. Привет, жене. Ань, что с тобой? Субтитры сделал DimaTorzok. Хе-как. 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 Ладно. Интересно? Да? Юра! Юра! Тесь звонил сегодня, говорит, даже он газету нашу читал. Первый раз в жизни. Представляешь, я всегда говорил, ты гений, гений. Напомни, пожалуйста, когда ты это говорил? Вот сейчас говорю, гений. Только над заголовками надо еще поработать. Как я жила в Америке? Ну, что это такое? С кем я жила в Америке? А? Или нет? Анна Рябинина. Мои любовные оргии. А? Совсем другое дело. Ну, в остальном все устраивает? Более чем. Теперь главное закрепить успех. Ну да, будем работать. Ах, хорошо, молодец. Сегодня я опоздал. Ты говорила? Что, тебе вот этого всего не надо? Чего? Вот этой мерзости и вот этой гадости. Я передумала. Ага, понятно. А спектакль? Или это повод для вот этого всего? Слушай, а кто увидит наш спектакль здесь, в ДК? Три маргинала и два пьяных критика, да. А вот так вот мы сможем сыграть его, например, ну, где там, на сцене МХАТа. Нет. Нет. Это все из-за него. Чтобы ему помочь. Чтобы ему помочь, да? Слушай, Глазков, не говори глупости. В общем, теперь нужно найти молодого парня. А, ну... Нет. Молодого и уже довольно известного, но которому это тоже нужно. Но этого добра у нас навалом. Хочу сказать, на самом деле, это все очень работает. Это надежно. Думаю, что в русском шоу-бизнесе точно так же. Я согласен. Я думаю, это очень хорошая идея. Вы не должны обратить внимание на эти старые, сложные люди, потому что они просто... Глазков, погубай, не слушай. Очень хороший акцент. Вологодский. Но это секрет. Если все редакции в курсе должны быть только вы четыре. Ну, вот и... Ну, а что вы такие? Что... Он сказал, что вам нужно поднять тираж, а это очень быстро сделает. Аня, мы тебе очень благодарны. Если у нас все получится, будем носить тебя на руках. Почему не получится? Получится. Я просто хотела помочь. Мы потом будем с вами дружить, будем помогать друг другу. И как-то будем... Будем... Будем. Будем, будем. За? Будем. Это было увлечательно просто. Ты произвела на них такое впечатление. Ты видела их глаза, да? Бай-бай, Солуха, бай-бай. Куда, 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 куда? Я привезу тебя. Ну, а что? Вот это? Ужас какой. Тебе не истыдно вообще? Тебе не истыдно предлагать персоне супермедийной, а? Такой вот колыма. А на чем ты доберешься? Смотри. А? Привет! Откуда? От вербуля. Знаешь, сколько стоит? Сколько? А, нисколько. В рассрочку на десять лет. Без предварительного взноса. Так не бывает. Не бывает. Фейс фо сейл. Я уже отвык от тебя. Так быстро. Всего за тринадцать лет. Думай. Домой, Солоха. Домой. Сколько же нежных суток Могут разбиться в эти минуты Саша Линк голубец однозначно. У меня сестра дура в восьмом классе, поэтому педику сохнет. Еще почитателей хватит. Знаешь, что самое смешное? Он ведь не гей. Просто кто-то старает, но его топит. И утопит. Фанаток скоро вообще не будет. Надо спасать ситуацию. А я сижу тут, имбецил такой, да? Ничего не понимаю. И тут появляетесь вы. Да, Петя, да. Ты у нас все понимаешь. Прекрасно понимаешь. То есть ты считаешь, что вот эта гламурная хрень с мишками кого-то убедит, что он мужик. А то, что вы предлагаете, убедит. Конечно. Они не будут выставлять свою связь на показ. У нас чисто духовная близость. А сами будут встречаться тайком. Но тут-то мы их и выследим. Петь. Ну что я? Петь. Петя. Ну учти. Денег я не дам. Жадный ты, Петя. Здрасте. Здрасте. Чего? Хочешь доказать, что ты не гей? Кому доказать? Всему человечеству. Вот. Это твоя новая возлюбленная. Я хочу быть с тобою И песочными часами Перевернуть мгновенье Меня слышит меткий ангел Я люблю Я люблю Ты будешь слышать Лишь мое Люблю Только что Саша Лень признался, что у вас с ним любого на свете началось в Америке или уже здесь в России? Саша не мог этого сказать. У нас с ним ничего нет и не может быть. Еще вопросы? Ребят, сколько раз повторяйте? Просто друзья? То есть между вами нет никакой любви? Нет никакой любви. Отстаньте, пожалуйста, ребят. Без коммерческих. Все, закончили вопросы. Как часто вы видитесь? Ребят, сколько вам повторять? Просто друзья. Все? Отстаньте от меня, пожалуйста. Ну что, сегодня у нас решающая ночь. Техника не подведет? Пусть попробует. Ань, что-то не так? Нет, нет. Пожалеешь, что согласилась? Нет, это я просто задумалась о... Что с техникой? Техника не подведет. Trust me. Тут Илья спотошопил первую полосу. Это не то, чтобы прямо окончательный вариант. Это приблизительно. Тема. Как могло бы это быть? Вот очень мило. Хорошо. Да. Нет, нет. Ну, это не правда. Это просто так должно быть. Но мне нравится больше всего вот это. Если как-нибудь так. Просто... На самом деле, все будет гораздо поприличнее. Да мне все равно. Что я? Не снималась голой? Зачем все это? Хочешь, отменим. Еще не поздно. Да я не об этом. Зачем это вот все... По большому счету. Ну, по большому счету все бессмысленно. От тебя ничего не зависит? Неудачная жизнь. Ничего мне больше не нужно. Я сейчас успокоюсь. Все равно ненавижу Чехова. Слушай, а ты хоть иногда... Меня вспоминал? Только честно. Иногда. И от тебя редко. Останови. Я хочу прогуляться пешком. Я довезу тебя. Поздно уже. Нет, я... Я не хочу, чтобы нас у подъезда какие-нибудь... Папарацци застукали. Папарацци застукали. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Ты спи, спи. Пошло. Хотела дождаться. Такой кошмар на работе. Перед тобой неловко. Нет ни днем, ни ночью. А дальше ситуация будет только ухудшаться. Начну психовать. Себе нельзя нервничать. Ой, даже не знаю, что делать. Слушай, Юрк, а что если мне в дом был поехать, а? Я маме-бабушке давно обещала. Слушай, а может правда? Давай так и сделаем. А ты со всем разберешься, потом за мной приедешь. М-м-м. 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 Пацанчик шифруется, но машина точно его. Приехал навестись старушку. Нормально? Нормально. Грубовато, пацанчик только. Ладно, давай. Фейсбук, фан-сайт Линка, гостевые книги, газет. Рассылай. Я тебе сейчас фотки скину. А зачем вам подъемный кран? Строителем мечтала стать. Понятно. Угу. 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 Ну ты что, поверил? Угу. Нет, это я так, снимаю квартиру, так он был здесь. Угу. Угу. А мне мама хотела в строительный отдать. Угу. Какое-то совпадение. Угу. Я не хотел просто. У меня мама одна воспитывала. Угу. Угу. Я вам только честно скажу. Мне женщина нравится, ну, как старше себя. Угу. Нет, опытнее вот. Угу. Угу. Интересно. С ними интереснее, да. Ну и вообще, я влюбился, герой мой любовь. Мамину подругу. Ух ты. Теть Лена. Угу. Да. И теть Света. Ого. Ты уже забыл? Теть Лена. Работает. Ну, я пошел. Давай. Развивайся. Уже? Да. Да не бойся. Все будет нормально. Давай быстрее. Значит так, только, знаешь, пожалуйста, без экспромта. Хорошо. Не по infinity. Я шум. Я прошу. Не по трейду. Я за субтитры сделал DimaTorzok. И я сижу на карту не эстетики. Лена. Угу. Я субтитры сделал DimaTorzok. Это безобразие какое-то. Так всю ночь здесь можно проторчать, а? Слушайте, ребят, может и как-то спровоцировать? Это соседи снизу. Вы нам всю квартиру залили. Откройте дверь выше борт. Здрасте. А в чем дело? Мы работаем, обсуждаем концепцию нового клипа. Скажите нам правду! Правду? Какую правду? Это и есть правда? Ты будешь слышать лишь мое, Ты как здесь оказался? Ха-ха-ха! Тесть в восемь утра звонит, говорит, Молодцы, только вы смогли в постели застукать. Кофеек есть? Я говорю, да, спасибо, говорю, мы стараемся, говорю. Особенно ты. Да-да-да-да-да. Нету? А? Кофе нету. А, да, Юр, Мне тут предложили возглавить новый мужской глянец Для лучших мужчин страны. Поздравляю. Хороший выбор. М-м-м, благодарю. Так вот, если в декабре газету не прикроют, Ты вместо меня становишься главным редактором. Надо же, как мне поперло. Решил лично заехать поздравить. А то днем в Гамбург нужно улетать, там конференция по проблемам масс-медиа. Хочешь совет? Газета сейчас набирает обороты, круг читателей ширится. Я бы на твоем месте не возвращался к старой концепции. Тесть, кстати, тоже так думает. Ну, это я уж как-нибудь решу на своем месте. Ага, я думаю, я думаю, что мы с вами хотим играть. Анна, Анна, садимся к вам. Дистаньтесь снимать. Нож уроком вегированных. Анна, садимся к таким. Нож уроком втериум. Это все. А toutes, что мы с обороном. Истаньтесь к своим. Анна, садимся к нам. Марина, садимся к нам. Тетя Аня, тетя Аня, я Оля Цыркина. Что? Я Оля Цыркина. Меня помните? Оля, что, Верина, дочь? Да, помните. Я же тебя еще маленькой знала, в детском саду. Что случилось? Я Сашу люблю, я без него умру. Какого Сашу? Саша Линка? Ой, я умру без него. Ну правда. Садись быстро в машину. Ты сахар будешь? Ну тогда вот. Тетя Аня, зачем это вам, а? Для шума, для рекламы, да? У меня без него вообще нет смысла жить. Ну что ты такое говоришь? Ну ты не знаешь его. Я знаю. Да нет, ты не знаешь. Ты думаешь, что он такой, какой-то такой необыкновенный. Просто он известный. А на самом деле он совсем другой. Да нет, я его знаю. Мы с ним вместе были. Как вместе? Всего один раз в августе. Потом он был все время занят. Но он любил меня, тетя Аня. Теперь любит вас. Я думала, что когда скажу Саше, что он станет папой. Ты что? Ты что, беременна? Ты сначала так обрадовалась. А теперь... Я в моей подруге с крыши прыгнула. Зачем ты это сказала? Это секрет, но я тебе скажу. На самом деле это все неправда. Что неправда? Мы никогда с твоим Сашей не были вместе и никогда не были любовниками. А фотографии? Это все вранье. Пиар. Ты знаешь, что такое пиар? Для шума, для рекламы. Но это секрет. Ты никому не должна говорить. Договорились? Поняла? Вот тебе твой Сашка. Ему тоже ничего не говорят. Он очень обидится. Скажет... Спасибо. Может быть, когда-нибудь вспомнишь тетю Аню? Где он? Он у Аркаши в кабинете. Он совсем с ума сошел. Говорит, что что-то важное и ждет тебя там. Просыпаемся. Ну, привет. Чего у тебя? Не качай! Эй, давай присядем, а? Да убил тебя! Да угомонись ты, ну, слышишь? Эй! 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 Ох, нуляк за ней! Я храма! Марго! Марго, не надо, не надо! На, лечись. А мне работать пора. Ты зачем ее в это втянул? Никуда я ее не втягивал. Она сама предложила. Самой? Ага. Я просто хотел взять интервью, а она придумала всю эту историю с мальчиком. Ну, говорит, это и мне выгодно, и вам. Ну, так, чтобы материальчик погорячее был. Актриса, понимаешь, им нужна популярность. Даже любая медийная актриса мечтает стать супер-медийной, а? Нет, ей совсем не это надо. А чего? Ты дурак, Солоха? Или прикидываешься? Я тебе сейчас одна вещь скажу. Если ты сделаешь, ей больно. Я тебя убью. Договорились? Договорились. Давай, выздоравливай. Убью. Никогда с твоим Сашей не были вместе и никогда не были любовниками. Это все ранее. Там еще много интересного. Продать хотите? Отдать. С седьмого класса мечтаю работать в вашей газете. Да не родовата на первом курсе-то. Могу бросить. Диплом можно купить? Уверен. Мы для вас что-нибудь придумаем. Кто там? Открой. Привет. Что это? Вы захотите. Что это? Что это? Что это? Я ей поверила. Я подумала, что она молодая, несчастная, беззащитная девочка. Прости меня, я подвела вас. Я не хотела. Я правда не хотела. Я приготовлю кофе. Ну, в конце концов, это даже нам на руку. Без этой статьи и без этой девчонки, хоть иной дрянь, не придумался бы такой прекрасный, красный финал. Аня, а может, ну, это всю затею, а? Ну, почему, ну-то, ну, почему, Солоха? Ну, зачем тебе, скажи, бьюжик. Ну, я не могу, ну, скучно с вами, как скучно. Ну, как, ну, неужели не понимаешь? Это, это, ну, это как праздник. Я, я не человек, я актриса. Не могу я так, как вы, жить все. Это невозможно просто. И не хочу. Только представлю, только как, ну, как будто я с такой уже 70 лет, мне, и я сижу вот на этом киване, на этом, ну, потепом только таком. Да, еще укрываюсь таким мягким, мохнатым китайским пледиком. Так все хорошо, Юля. Да нет уже таких китайских пледов. В моей эмоциональной памяти есть. А, да, я сейчас вспомнил. А еще у меня очки такие, вот такие, вот с такими линзами, я смотрю эти ситкомы с утра до ночи. А еще муж мне говорит, ты зачем кофе пьешь? Тебе нельзя? Напей таблетки, вот тебе вода, каша. Что, и печенки. А печенки-то ничем ехать. Кстати, о печенках. Печенка нужна для моей внученьки. А где у нас печенки-то, а? А где у нас, а? Нету печенка. А где? Что же делать-то? А ко мне внучица придет, а у нее, у нее вот такие ножки-то, какие хорошенькие все, туфельки оранжевые, а? И бантики у нее оранжевые. И такие у нее, и платьица оранжевая. И глазки у нее красивые-красивые, такие голубые. У нее все впереди, она у меня такая маленькая, а у меня уже ничего не будет. Чего не будет? Ань, ты чего? Это его. Аня. Я еще. Класс, но я одним глазом плачу. А если так приборчик поставить, знаешь, с тобой это блестяй, там отражаться так красиво. Ты знаешь, я всегда тобой восхищался и никогда не понимал. Вот и молчи, Солоха. То есть вы хотите сказать, что все это неправда? Конечно, неправда. Я вообще не знаю, зачем она врала этой девчонке, понимаете? Я влюбился в нее по-настоящему. Но это, но это гадко, ребят. Все. Я заявляю официально. Между нами все кончилось. Солоха. Я влюбился. Продолжение следует... Добрый день. Хочу сообщить о пожаре в культурный центр на Пражской. Да, и приезжайте поскорее, пожалуйста, тут дети. Ты думаешь, я делаю это ради себя? Конечно, ради себя. Да, я делаю это ради себя. Давай. Потому что ради других живут только святые и недоумки. Я не тот, не другой. У меня не получается, это и все. Вот у меня голос... Потому что я тебя просила миллион раз, пожалуйста, не надо кидать ее. Ты кидаешь меня, понимаешь? Ты ее отталкиваешь. Вот она у тебя, я у тебя удавкой на шее твоих воспоминаниях. Понимаешь? Ой, господи. Анна Павловна, извините за беспокойство. Репетируем. Мы заявили, что были в сговоре с нашей редакцией. Давай не будешь. Будем. У нас есть еще время. Нету. В контенту это просто опасно. Это не опасно. Сделай это ради меня. Вам не удастся отмолчаться. Мы заставим вас дать нам объяснение. В крайнем случае, в суде. Давай. Так, стойте, куда вы? Тихо, 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 тихо. Друзья, друзья, друзья. Тихо, тихо, спокойно, спокойно. Тихо. Я вас очень прошу, пожалуйста, не трогайте ее сейчас. Не надо, вот это не надо. Ей сейчас и так очень больно. Она сейчас вернется и все вам объяснит. Я прошу вас, дайте мне три минуты. Три минуты. И не минуты больше. Я молчу. Никаких комментариев. А потом я вдруг решаю покончить с собой. И когда уже в больнице, ну там, спаслась чудом, все. Я рассказываю все, как было. Ну, что я пожалела девочку, наврала. А потом, когда вышла статья, я не смогла себе простить предательство по отношению, там, к любимому человеку. Покончить с собой, как таблетки. Ну, почему? Можно вовремя вытащить из петли. Ну, все это и не серьезно. Я брошусь с крыши. Чтобы больше зрителей, больше шума. И не надо на меня так смотреть. Я, между прочим, кандидат в мастера по прыжкам с вышки. У вас там учили прыгать головой об асфальт? Пожарные имеют брезент. Ну, там что-то горит рядом. Они приезжают, тушат, тушат, тушатся. И там, когда уже почти потушили, кто-то крикал. Смотрите, вон, женщина. Она валится оттуда. Пожарные что? Они, как герои, простегивают брезент. И все. А если брезента нет? Нет брезента, не будет прыгать. Мы же рядом скоординируем. Или пожарные споткнется, упадет и не успеют. Кажется, ты заигралась, Аня. Но я все равно это сделаю. С вами без вас. Думайте. Пожарные здесь? Нюся! Простите, пожалуйста, вы женщину такую красивую в красном платье не видели? Ну, хорошо, пошла. Воздухом потушить. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аня, Аня, подожди, стой, 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 я тебя прошу, пожалуйста, не делай этого. В чем? Надо что-то делать! У них же брезент есть, точно, у них есть брезент. Ань, прошу тебя, не делай этого, мы все решим, слышь, я обещаю тебе. Пора. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Метастазы в легких Нужна операция, срочно Когда? В следующий четверг Извини, раньше никак не получается Да, вот, Юр, общая сумма Ты ей скажешь? Я заплачу Это она тебе Какая разница? Я сказал, я заплачу Так живешь, живешь И рак легких Я ничего не говорил про рак легких Я сказал, метастазы в легких Не понимаю Два года назад у нее обнаружили рак груди Была сделана операция Сейчас пошли метастазы в легкие Она тебе ничего не говорила? Денис Только честно Шансы есть? Есть Небольшой, но есть Ты знала? Ты знала? Ну, не точно Догадывалась Боялась узнать А зачем тогда весь этот спектакль? Ты же говорила, тебе это тоже нужно Анна Павловна, там журналисты Какие журналисты? Они что, вообще уже? Пригласите их, пожалуйста, сюда Ну, я же не дала интервью Аня, ты что вообще? Слушай, не надо со мной разговаривать Как будто я уже умерла Я не хочу, чтобы они знали Ну, когда-нибудь Они все равно узнают Я не сомневаюсь Я просто Пожалела ее И сказала, что это все неправда Потом, когда вышла статья Я поняла, что я его подвела И что уже Ничего не исправишь Вы не переживайте Я уверена, когда Саша Ленк все узнает Он вас простит Спасибо большое Вы очень добры Денис – прекрасный врач Высшей категории Говорит, у тебя отличные шансы Операций у него таких было много В основном успешные Ань, ты меня слышишь? А куда мы едем? Ко мне У твоего дома полно журналистов Но отдохнешь от них пару дней На свежем воздухе Ну, проходи, располагайся Ты знаешь Домик так себе Зато воздух свежий Вот Ну что, пойдем Нет, нет Ты только не разувайся, ладно? Здесь Можно Поднимайся Ну, это наша гостиная Ой, извини Здесь прекрасный вид из окна Захочешь посмотреть, пожалуйста А здесь комнатка Она маленькая, но тебе понравится Будет твоя А там дальше душевая Поцелуй меня Ань, не надо Ань, не надо Спасибо тебе За что? За что? Алло Скажите, я могу вызвать такси Где-то через час Какой здесь адрес? Сейчас Адрес какой? Ну, возьми, скажи адрес Ты куда собралась? А, там меня пригласили на вечеринку в дом актера Поздно Поздно идти Ты никуда не поедешь Извини, я в своей жизни сама все принимала решения И сейчас тоже И уже менять слишком все поздно Никогда не поздно что-то менять Если б ты знала, как меня бесило Что тебе даже неинтересно было, почему я ушел от тебя Ты же написал мне записку Я ухожу Если бы захотела написать Почему, наверное, написал бы Я с ума сходил Я не понимал, нужен я тебе, нет Да почему ты не спросил у меня? Ну, так позвонила бы А я должна была позвонить А кто? Это ты должен был позвонить первым Я тебя ждала Это я ждал? Это я ждала Между прочим, я звонила тебе Когда? Тогда, пять лет назад Из Америки Я позвонила тебе в редакцию Тебя позвали Я говорю тебе Привет, Салоха А ты говоришь Кто это? Вот и все Что я слышала от тебя За все тринадцать лет За лукой Смотри, на кого я похожа На Снегурочка Ну, с Новым годом тогда Иди сюда Я все про это знаю Мы сначала делаем операцию Потом химиотерапию И начинаем новую жизнь Ты знаешь, как я раньше понимала, что тебе врешь? У тебя было вот такое же серьезное лицо Вот так вот Вот так бровки До домика И глаза Очень мечтешь Что вот такие Получилось очень смешно Как сейчас Послушай, даже если через два-три года Что-то снова начнется Ну, рецидив Да, мы делаем повторную операцию И продолжаем с тобой жить Кто? Мы Кто мы? Мы с тобой Салоха У нас нет Мы не существуем Мне только кажется, что мы не существуем Все равно Послушай, я больше тебя никогда не отпущу Ты дурак Дальше не думай Нет, ты просто дурак У тебя жена рожает Я люблю тебя, Ань Слушай, я уже верю тебя Слушай, ты что знаешь Привет. Привет. А где твой белый этот? Катафанк? Ну, мне Мерседес. Все, уже хватит накатался. Не стойте толку. Заоткрыт? Я... Работать, работать, работать. Я не знаю, я не был еще. Что-то ты какая-то сегодня взбудораженная. Ну как? Нужно же репетировать. Быстро, быстро, быстро. Потому что мало времени остается. Значит так, мы начнем все сначала. Прямо от начала до конца. Потом все раз объясним. Так, кстати, я в четверг уезжаю. Куда? Ну, какая разница куда? Поняла. Поэтому к четвергу должно быть все готово. А потом, когда я приеду, когда я приеду, уже... прогон в декорациях. Так. И премьера. Ну и куда же ты уезжаешь? Я что-то никак не могу понять. А в чем дело? Так. Ну куда, 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 куда? На операцию. На операцию? И на какую операцию ты собралась? Ну, такая... А, вот на эту операцию, да? Ну нет, не совсем, кстати. Тебе нужно челку постричь тоже. Понятно. Вот на эту операцию ты собралась, да? Нет. Нет, у меня эти... Падаларм. Метастазы в легких. Нет, ты чего у тебя в легких? Метастазы. Ух, ну это серьезно вообще-то, но врач говорит, что ничего страшного. Так что не надо только на меня смотреть, как будто я уже умерла. Все, хватит. Работать, работать, работать. Так, ты тебя знаешь? Низь, а что я могу для тебя сделать? Я все, что угодно сделаю. А зачем? Низь, я люблю тебя. Я тебя так сильно люблю. Больше всего на свете. Угу, я знаю. Ну вот и я тоже. Всю жизнь любила только одного человека. К сожалению, это не ты, Глазков. Жена с утра опять звонила, тебя ищет. Говорит, мобильный отключен, домашний не работает, чуть не плачет. Я говорю, что у нас тут дурдом, ты весь в работе и обязательно позвонишь. Спасибо. Кстати, успеем сдать? Позвони жене, Кобелина. Успокойся как-нибудь. Дай нормально родить твоего ребенка. Я сам знаю, что мне делать. Ничего. Ничего. Прямо сейчас звонить? А когда? Потом забудешь, замотаешься. Ну хорошо, хорошо. Налетели. Алло, Свет, привет. Как ты себя чувствуешь? А. Да нет, нет, я звонил, но то связь барахлит, то... Ты знаешь, алло, Свет, не тарахти, я прошу тебя. Я хочу тебе кое-что сказать. Нет, просто выслушай. Ну почему по скайпу? Алло, Свет. Ну, наконец-то. Ты что, от нас спрячешься? Мы же волнуемся. Она, знаешь, как ножками стучит. Где папа, где папа? Ты чего такой? Устал? Бедненький. Твоя Маргарита рассказывала, что у вас там творится. Ужас. Ну ничего, ты держись. Мы скоро приедем, пожалеем тебя. Ну ты, пожалуйста, звони хоть, ну раз в день. До тебя не дозвониться. Мобильник не отвечает, домашний не работает. Мы тебя любим, Юр. Ну, ты чего молчишь? Ты хотел что-то сказать? Я уже не помню. Ну, значит, не так важно. Да? Моя Craio. Мояugen. Мояка. Ну что, пойдем искать другой носок? Ну? Нету. Там? Тоже нету. Ладно. Я его хоть посещу. Там нет, там нет. О, может быть, сатунгачкой? Понятно, почему у нас телефон не работает. Что, может, выйдет? Я не беру трубку, потому что не могу или не хочу с вами разговаривать. Оставьте сообщение, если что-то важное. Ну, слава богу, наконец-то починили. Я просто так позвонила, проверить. Я знаю, что у тебя дома нет. Вечером еще позвоню. А от Ксюши тебе привет. А, проболталась. Я ее Ксюши зову. Юр, только ты не злись. Но если тебе не нравится, мы с тобой другое имя придумаем. Ну, все, мы тебя целуем. И очень-очень любим. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...